Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня аэрофобия. Завтра летит на самолёте в долгожданный отпуск. Но меня охватывает дикая тревога и паника вплоть до истерики. Ещё с утра я на работе сказали, что собака, которая живёт у нас на территории, всю ночь вылит у меня 13-го числа. Я не особо свежий человек и в глубине даже понимал, что это всё бред, но страх от этого никуда не удивился. В голове как только ужасной картины всплывало. Думаю, что может всё-таки не стоит лететь. Не знаю, как справиться с этим состоянием. Спрашивает Валерия. Валерия, здесь вопрос, как мне, видится в первую очередь следующий. Справляться вы планируете сами, да? Вот. Или вы всё-таки рассматриваете возможность... прибегнуть к помощи специалистов, да? Потому что одно дело, если вы как-то хотите сами с этим справляться, и другое дело, если вы как-то вот предполагаете всё-таки для себя возможность, ну, помощи, помощи, вот, и так далее. Смотрите. Что такое аэрофобия? Это страх потерять контроль. То есть у человека, как правило, возникает аэрофобия тогда, когда он боится потерять контроль. Когда он, вот, ну, в целом старается как-то стремиться, да, контролировать то, что в его жизни происходит. Соответственно вам, на мой взгляд, здесь нужно постараться увидеть для себя точки контроля. То есть как, где, в чём вы стараетесь себя контролировать. Вот. Потому что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что... когда вы, допустим, летите на самолёте, да, то вы, ну, никак не... не можете никак контролировать то, что происходит. То есть это вот в этом смысле никак от вас не зависит. и возможность находиться в этом состоянии. Да? Да? Возможность быть в этом состоянии. Когда вы не можете контролировать происходящее с вами. Иметь возможность отдаваться этому чувству, скажем так. Да? Вот. Не бороться с ним. Но в то же время... проживать его... очень важный элемент. Вот. Ну, я думаю, что... как минимум. Например. На консультации, да, с психологом вы... вполне... вполне... сможете эту... проблематику... для себя решить. Вот. Если... для вас... это актуально. Вы сможете... этому научиться. дальше. По поводу мыслей. Да? Такие вот. Получается... у вас достаточно... ну... страшные картинки в голове появляются. И я думаю, что... причина... данных... как бы... мыслей. Причина... появления... данных... образов... связана... в первую очередь... с... некоторой... агрессией. Некоторой агрессией, которая направлена... скорее всего на... вас... саму. То есть... вы... то есть... вы... как-то вот... агрессию в себе сдерживаете. Да? Вот. Она выражается в такой вот... форме. В том, что с вами что-то произойдет... плохое. Соответственно... эээ... здесь нужно смотреть... следующее. эээ... Часто ли вы сдерживаетесь при общении с другими людьми? Часто ли вы испытываете чувства, которые вы подавляете? Любое чувство, которое вы подавляете, может выражаться... эээ... эээ... вот в виде... в виде... эээ... таких вот образов... ну... в том числе. Вот. А... даже если вам вот как-то... ну... в целом... эээ... не трудно... например... эээ... 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 ну... быть допустим... ну... быть собой, да? даже если вам не сложно быть собой, даже если вам... ээээ... эээ... 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 ээээ... 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 эээээ... Следующий важный момент, на который хочется обратить ваше внимание, заключается в том, что если вы, да, ну вот, как вы, например, говорите, что, ну, к примеру, вы говорите, что ваш отпуск, да, ваш отпуск, благостанный, то есть если вы говорите, что вы прям вот его ждали и так далее, вот, то здесь волей-неволей возникает следующий вопрос. Насколько он вам интересен, что вы, в принципе, готовы даже не лететь, да, то есть насколько вот вам это интересно, насколько вы, ну, рады, скажем так, насколько вы вот к этому относитесь как к чему-то такому, что вас, например, расширяют, вот, да, вот. То есть тут вот тоже очень деликатный момент, потому что если вы, ну, в той или иной степени, например, себя заставляете, да, заставляете себя, например, ехать в отпуск, или вы едете туда в той или иной степени от усталости, то есть вы устаете, например, на работе, да, вы устаете, например, от, ну, допустим, своей деятельности, вот, и, соответственно, вы хотите там, ну, грубо говоря, отдохнуть, вот. И в этом смысле, если вы хотите отдохнуть, то совершенно, совершенно, на мой взгляд, не факт, что вы хотите именно в отпуск. Вполне вероятно, вполне возможно, что речь идет о том, что вы хотите просто отдохнуть, вот. А именно в отпуск вы не хотите. И это не означает, что вам не нужно. В отпуск в никаком случае не означает. Это означает лишь только в данном случае то, что на первом месте высыпает ваше желание релакса. Вот. И вы, получается, немножечко смещаете, вот, в какой-то степени, да, получается, получается, вы смещаете фокус своего внимания в данном случае. Вот. То есть одно дело, если вы хотите в какое-то место. Вот. Одно дело, если вы хотите куда-то. Одно дело, если вы хотите куда-то попасть. Одно дело, если вы хотите где-то быть. Вот. И совсем другое дело, если вы хотите просто отдохнуть, хотите от чего-то убежать и так далее. То есть это опять же может быть про контроль здесь. То есть именно вот эта история, что я хочу куда-то уйти, я хочу, допустим, отдохнуть. Это история про контроль, потому что вас не устраивает что-то вовне, допустим, вас не устраивает, к примеру, ваша работа, или вам тяжело, или вы не выдерживаете, допустим, свои личные границы, то есть перерабатываете, к примеру, и так далее. И в общем-то здесь вот история про контроль, а не про то, чтобы быть вот где-то в определенном месте. Вот поэтому вам нужно пересмотреть свое восприятие, да, того, куда вы, например, направляют, того, какое значение для вас это имеет. И имеет ли значение здесь, например, отпуск, да, то есть именно факт отпуска, или имеет здесь большее значение место, в котором вы оказываете. там еще, например, вот, желание быть именно вместе в каком-то, да, вот в той или иной степени, ну, скажем так, оптимизирует, да, ваши ресурсы, да, вот, делает их в этом смысле, более направленными на то, чтобы вот, ну, скажем так, быть в конкретном для себя месте, вот, быть в конкретном для себя, ну, скажем так, положении, вот. А если ситуация складывается несколько иначе, вот, то есть если ситуация складывается, так, что вы как-то по-другому, ну, воспринимаете данную историю, то вот, конечно, могут быть, на мой взгляд, довольно, довольно серьезные здесь проблемы, вот, я бы очень хотел, чтобы вы это учитывали, вот. Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, следующий аспект, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, что вы можете освоить техники, значит, ну, в том числе, например, вы можете освоить дыхательные техники, вот. Э-э-э-э-э-э, чтобы бы в этом смысле, э-э-э-э-э-э, себя лучше, э-э-э-э-э-э, чувствовать. Вот. То есть, это все, э-э-э-э-э-э-э-э-э, ну, вп… В... вполне, скажем так, возможно, да, это все, э-э-э-э-э-ээ, вполне... скажем так, реально. Вот. Но вам для этого нужно этим заниматься. То есть, ну, я надеюсь вот что как-то понятно, да, что если вы не будете, ну, вот, в тех направлениях двигаться, да, идти, то остаться сама по себе не разрешится. Вот. А у вас есть, на мой взгляд, вот, такая особенность, что вот у вас есть аэрофобия, да, а вы, получается, как бы, ну, ей не занимались до тех пор, пока вам, вот, не понадобилось, значит, куда-то поехать. И, по сути, вот, осталось, да, как бы, ну, уже всего ничего. Ну, по времени, я имею в виду, осталось вот всего ничего. И это вот тоже так проявляется, на мой взгляд, ваше отношение к самой себе. Так, 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 так вы показываете, так вы демонстрируете то, как вы к себе относитесь. Вот, потому что, если есть, если есть, ну, например, ну, проблема, да, вот, то ее нужно решать, а не, вот, в данном случае, как-то, ну, откладывать что-ли. То есть, это вопрос, вопрос страха, вот, он не решается, там, за какое-то время. Вот. Ну, короткое, я имею в виду, время. Можно снять, вот, ну, основной, скажем так, симптом, да, мощный. А, вот, ну, все равно, как бы, вы будете, ну, беспокоиться, да, вы будете, вот, тревожиться, вас будет, ну, волновать. Стоп. И это, как мне кажется, вполне нормально. Вот. Поэтому, тут очень важно, чтобы вы, были к себе внимательны, чтобы вы старались о себе заботиться. Вот. И не рассчитывали, например, на то, что проблематика решится, вот, там, сразу. Вот. Ну, и, наконец, последнее, что бы я хотел сказать, это про... про некоторые мысли. Ваши, вот, насчет собаки, так далее, это, вот, может быть, истории про навязчивость. Вот. И, на мой взгляд, в этом смысле нужно посмотреть, нет ли у вас навязчивых мыслей. А, если есть, то работать уже с ними, с этими мыслями. Ну, потому что, они связаны как раз с тем, что вы что-то себе можете, например, подавлять, вы что-то, ну, где-то можете себя ограничивать. А, ну, в чем-то. И это приводит, вот, к подобным мыслям, к сожалению. Поэтому с этим нужно так же работать. Вот. Вот, пожалуй, как-то так я бы ответил на ваш вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что вам это было как минимум интересно. Надеюсь, что вам это было как минимум полезно. И надеюсь, что вы сможете для себя какие-то выводы сделать все-таки. Вот. Хоть я и понимаю, что это будет непросто. Также, было бы совсем хорошо, если бы вы дали обратную связь по моему ответу. Это позволило бы вам, во-первых, надеть работу над собой, а во-вторых, это позволило бы вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Чтобы было чем работать со специалистами. Всего вам самого доброго. Удачи! 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 Удачи!